Дорогой зритель, мое видео получилось очень объемным. Для твоего удобства в моем видео расставлены тайм-коды. А еще не забывай, что все это одно сплошное волонтерство. Никаких денег за показанные места от авиасейлс я не получал и рекламу они у меня не заказывали. Поэтому, если тебе мое видео было полезным и интересным, то не забудь поставить лайк и подписывайся на мой канал. Заранее спасибо. Пермский край Да, я там бывал проездом пару раз, но не думал, что по Пермскому краю можно целенаправленно путешествовать. Последние годы Пермский край стали культивировать, вышли некоторые интересные картины типа сериала «Территория на ТНТ» или фильм «Сердце Пармы» по книге Алексея Иванова. А еще все мы помним пацанов с Перми Антоха, Володю и, конечно же, Коляна из «Реальные пацаны». Весной я стал планировать различные путешествия по родному краю, по соседним областям, может быть. У меня получился список из 20 направлений, и одним из них был Пермский край, и, как ни странно, Пермь была моим фаворитом в плане путешествий. Потому что там много интересных достопримечательностей и много природных мест, куда хотелось бы заехать. За лето я сделал немало поездок, но до Перми у меня не доходило не то что руки, а скорее желание. Но в августе я понял, что хочу в Пермский край, хочу его полностью посмотреть и показать своему сыну. Перед тем, как написать план поездки, нужно было изучить географию Пермского края. Пермский край – это огромная территория, находящаяся на западных склонах Уральских гор. И несмотря на то, что Пермский край занимает всего лишь 22 место в списке самых больших субъектов Российской Федерации, но если его сравнивать со странами, то размеры Пермского края в размере 160 тысяч квадратных километров равнозначны Греции. С юга на север 645 километров, с запада на восток 420 километров. Большая территория на самом деле. Такие огромные площади лучше всего исследовать на автомобиле, в нашем случае это был наш личный поль. А вам я советую взять авто в прокате в Перме. Наверное можно путешествовать и на автобусе, тем более междугородние автобусы в Красной Ливреи 300 лет Перми постоянно встречаются на трассах края. Но мне кажется, что это не самый лучший вариант для тревела по Перме. Поскольку мы находились около Екатеринбурга, то точками входа могли быть две дороги и от этого мы и отталкивались. Я решил, что в Пермский край мы зайдем по одной дороге по Московскому тракту, а выйдем по другой дороге по Северному широтному коридору. Ты дорогой зритель, возможно в Пермский край будешь заезжать не со Свердловской области, а прилетишь на самолете или еще на каком-то виде транспорта, ну там на паровозе, а может приплывешь на корабле. Поэтому не ориентируйся строго на мой маршрут, просто выбирай понравившиеся тебе достопримечательности и строй свои маршруты. Ну что, поехали? Главной дорогой со Свердловской области в Перме является Московский тракт. Сейчас его активно строят и перестраивают. В ближайшие годы появится скоростная дорога Екатеринбург-Казань, но пока глобальная стройка и многокилометровые пробки. Поэтому лучший кусок трассы Московского тракта по Свердловской области проходить в ранние часы. Мы же с Арсением выехали в 5 утра и практически не стояли в пробках. Кстати, раньше считалось, что пермские дороги сильно уступают Свердловским, но времена меняются и сейчас пермские как минимум не уступают Свердловским. Первые достопримечательности нас ждут в Суксунском районе Пермского края. С трассы мы сворачиваем на деревню Ключи. Навигатор нам показывал не совсем правильный путь и мы им воспользовались, поэтому какую-то часть проехали по грунтовке. Хотя можно было проехать большую часть пути по асфальту. Пермские деревни даже немного удивили, в первую очередь, что в деревне стояла отремонтирована школа, красивый храм и было немало магазинов. Мы поехали до конца асфальта и повернули налево. Нам предстоял еще путь в полтора километра по грунтовке. Доехав до густого леса, мы решили оставить автомобиль и пойти пешком. Хотя по следам было видно, что некоторые туристы на локацию заезжали на автомобилях. Совсем небольшой путь пешком и мы на месте. Мы поднялись на Вакутин камень. Вакутин камень это памятник природы Пермского края и хорош он тем, что здесь потрясающие виды. Что делает эти виды хорошими? Во-первых, высота камня в 90 метров. Во-вторых, протекающая внизу река Иргена. Ударение, возможно, по-другому как-то стоит. Сама по себе река не такая прям мощная, но она изгибается здесь на 90 градусов. Ну а в-третьих, кругом аккуратный лес и поля. Это место, кстати, идеально подойдет для любителей красивых фотографий для инстаграма. А может быть вы профессиональный фотограф и у вас получится сделать кадры, которые понравятся многим. Наверху есть лавочка, на которой можно передохнуть, хотя отдых вам не понадобится. Было интересно узнать, а что если спуститься вниз и посмотреть на Вакутин камень снизу. Но спешу вас разочаровать. Снизу вверх не такие красивые виды, как сверху вниз. А еще на камне хорошо провести утренний завтрак или дневной обед, а может быть и вечерний романтический ужин. В общем, на Вакутин камень требуется немного времени, поэтому двигаемся дальше. Мы также остаемся в Суксунском районе и следующее место кажется совсем близким. Но это ощущение обманчиво, потому что иногда Яндекс.Навигатору не хватает человеческой мысли и он все дословно исполняет. Продолжение следует... Сыково можно воспользоваться длинным пешеходным подвесным мостом, но даже если вы приехали на высокий берег к блокуну на машине, то на мостик не забудьте заглянуть. Каждый шаг раскачивает его и от этого переход становится веселее. Что же сам блокун? Это небольшой водопад высотой всего 7 метров с расходом 20 литров в секунду. Интересно, что воды извергаются из земли в 15 метрах от самого водопада, и я представляю, каким это явление было завораживающим и важным для местных жителей 300 лет назад. Поскольку водопад не извергается из Ильинского источника, то вода в нем чистая, и я предполагаю, что ее можно использовать для питья. Но рисковать я не стал, потому что путешествие только начиналось. Сам же водопад красавец, он как красная девица, только вместо длинных волос струи воды, изливающейся в разные стороны. Вода холодная, самые смелые могут взбодрить свои голые под струями блокуна. Как водится обычно, у подобных мест есть своя фриклорная легенда. Аду и не одна. Чаще всего есть девица, которая не хочет замуж, а надо. Вот и тут есть девица, которую хотели дать замуж за местного богача, а она не хочет, конечно же. Поэтому посадили ее в пещеру, а она там платит целых 20 литров в секунду. Эх, времена были. А сейчас эскортницы из Москва-Сити были бы рады богачу из Пермского края к какому-то солевому или калийному магнату. Для любителей пикников, так же как и на Вакудином камне, тут полно места для красивого приема бутербродов и чая. Если же у вас машина чуть проходи мимо его поля, то вы можете со своими стульчиками доехать до самого водопада. Но мы двигаемся дальше, потому что по плану у нас много интересных мест, и одно из них должно было стать кладбище паровозов около деревни Спасобарда. Но, ребята, все, кладбища больше нет. Что-то распилили, что-то развезли по музеям. Об этом я узнал из комментариев к месту на Яндекс.Картах, а позже эту информацию мне подтвердили туристы, которых мы встретили на севере края. Мы же только подъехали к деревне, а дальше дорога не позволяла ехать верхом, только пешком. А пешком это 2,5 километра туда и 2,5 километра обратно. Время терять не стали. Скажем так, мы не успели увидеть это по-настоящему интересное место. И очень жаль. Ура! Мы наконец-то вырвались с грунтовых плохих дорог. И, к слову, больше в Пермском крае плохих дорог нам не попалось. С Суксунским районом граничит Кунгурский, с административным центром Кунгуром, с Туринным Копеческим городом, с 350-летней историей. И если бы этот город был где-нибудь в Европе, то с него можно было ждать много интересного. Но мы же в России. В России даже города с богатой историей могут быть грустными и печальными. Вот это как раз про Кунгур. Я давно знал, что нет там смысла нам задерживать, но когда мы поехали по нему, то мои ожидания полностью оправдались. Но в Кунгуре находится самый первый туристический объект Урала – Кунгурская ледяная пещера. Именно в нее мы и приехали. Последние 100 лет пещера – главный туристический объект Урала. А в советское время – туробъект всесоюзного значения. Начало этому было положено в 1914 году, когда пещеру взял в аренду местный житель Александр Хлебников. Арендовал он ее для того, чтобы водить по ней экскурсии и зарабатывать деньги. Идея эта ему пришла неспроста. Он два года путешествовал по Японии и США, и там подглядел подобные рекреационно использованные пещеры. Это, кстати, для тех, кто не понимает, зачем путешествовать. Если же говорить про саму пещеру, то она по своему типу карстовая. Это значит, что ее образовали потоки воды. Было в воде не слишком сложно это сделать, потому что породы-то гипсовые. Размеры ее впечатляют. Сейчас изведено 9,5 километров тоннелей, но оборудовано всего 2 километра. Кстати, этого достаточно вполне. По своим размерам она занимает 7 место в мире среди гипсовых пещер. Да, тут нет огромных залов, как в Новоафонской пещере, но льна впечатляет. Что же в туристическом плане сейчас? Да все хорошо, все на хорошем уровне. Рядом с пещерой даже есть и гостиница Сталагмит. Но это скорее история про школьные организованные экскурсии. Удобные подъезды, большая парковка, рядом деревня Ермака, но нас интересует сама пещера. Самый экономный вариант попасть в пещеру в составе организованной экскурсии. Билеты продаются в кассе на определенное время, нам удалось попасть практически сразу. Но думаю, что в пятницу или в субботу возможно ожидание своей экскурсии. Цена билета 1000 рублей со взрослого, 700 с ребенка от 5 до 14 лет. Льготные билеты тоже есть и цена будет 800 рублей. Кто-то берет с собой детей до 5 лет, но я сомневаюсь, что им это надо, потому что экскурсия идет целых полтора часа, а температура воздуха в пещере от плюс 5 до минус 2 градусов. В связи с этим надо с собой брать теплую одежду. Я обошелся к куртке и в шортах не замерз. А мой Арсений был в костюме и курке и все равно подмерз. Если же вы не взяли с собой одежду, то курточку можно взять в аренду. По поводу продолжительности экскурсии в полтора часа. Я вам честно скажу, сначала мы выпали в осадок и даже мне не хотелось как-то столько времени убивать. Но по факту экскурсия оказалась интересной и познавательной, а пещера красивой. Всевозможные подсветки, пещерные озера и образы, создаваемые разумом из подземных камней. Кстати, по факту пещера не под землей, а под горой и она выше уровня входа. Да, летом пещера не такая красивая, как зимой, потому что ледяные сталактиты почти полностью тают, а остаются каменные сталагмиты. Но благодаря подсветке и интересной экскурсии, это место все равно остается интересным. Хоть наше путешествие началось в 5 утра, но в 17 мы еще даже не приехали в столицу пермского края Пермь. А у меня были такие планы и столько мест в Перми, поэтому ускоряемся и быстрее в наш отель в самом центре Перми, в отель Урал. Готовился к поездке, то по привычке искал жилье на разных сервисах. Я понимал, где примерно мы будем ночевать, но дистанционно через онлайн сервисы получилось найти и забронировать всего один отель в самой Перми. В Яндекс.Путешествиях была самая лучшая цена, еще у меня был подключен Яндекс.Плюс и 10% от бронирования мы вернули баллами Плюса. Их потом, кстати, можно тратить в тех же Яндекс.Путешествиях и на Яндекс.Такси, чем я, кстати, использовался. Яндекс.Путешествия мне вообще интересно получается. Еще пару лет назад я туда заходил, пытался что-то бронировать, но было все гораздо дороже, чем у конкурентов. А сейчас цены, да, подороже, но при помощи вот этих самых бонусов, баллов, плюса, можно серьезно сэкономить. Еще очень часто у них бывает промокод, практически каждый месяц он есть, надеюсь, на 15% скидка. И вы знаете, у меня есть реферальная ссылка, похоже как на рекламу, но это мой дружеский совет, когда будешь что-то искать, какие-то отели внутри России, вы просто сравните и возможно вам получится сэкономить. Ссылка в описании к видео. Тоже касаемо самого отеля Урал. Это старая советская гостиница, которую серьезно модернизировали, там красиво фойе, стильный лобби-бар, крыша, сносная люстра и быстроконькие лифты. Поскольку в Перми мы планируем провести всего одну ночь, то и номер я взял эконом. Экономы в Урале находятся на верхних этажах, практически все то же самое, что и в стандартах, но высота потолка и размеры окон, они были в общем эконом небольшого размера. Такое уж строение старой советской гостиницы. В постели были свежие и комфортные, ванная комната была чиста, но из канализации доносился зловонный запах. Хорошими были виды из окон на улицу Ленина и красивую площадь без имени, а еще в отеле был спа и бассейн, включенный в стоимость. Позвонил я туда, чтобы узнать как и что, но свободные часы были только на следующий день на 17.00. Короче, мы были без бассейна и, вы знаете, я немножко расстроился. Ну да ладно, пойдемте гулять по Перми, R мягко, если что. Гостиница Урал очень удобно расположена, поэтому от нее начинать прогулки по Перми довольно удобно. Арсений запросил, конечно же, поесть. Но поскольку это ребенок, то ему требовался бургер, а лучший бургер для него это вкусные точки. И удивительно, что мы вкусные точки сразу не нашли, хотя напротив нашего отеля, как раз таки в ЦУМе, в Буме, вкусные точки и находилась. Поэтому мы зашли в какую-то бургерную, красивую, интересную. Это Гастро Пап Ред Барбекю. Отличное обслуживание, хорошая атмосфера. Заказали газировку, картофель фри и парочку бургеров. Поскольку я не ценитель бургеров, поэтому я попросил официанку что-то посоветовать. И я не помню уже, что было. Я помню, что у меня было, по-моему, порубленное мясо, которое в Смокере делали. Вы знаете, в Смокере это еще та такая подстава, потому что запах вот этого, этой коптильни слишком сильный. И как по мне, он как бы перебивает все вкусы. Арсению, бургер понравился, но он сказал, лучше бы зашли в вкусную точку. Так что имейте в виду, хотя бургеры красивые, сочные. Но, видимо, все-таки мы такие товарищи, которые любят попроще. Съеденные калории надо было как-то тратить, а для этого надо было прогуляться. Поскольку время было уже вечернее, и не хотелось тратить время пустую, я спросил у официантки в Рэде, говорю, а куда нам лучше пойти, лево, вправо? Она говорит, вы все правильно идете, спускайтесь до набережной, по набережной прогуляетесь, потом до речного вокзала, снова наверх, и сюда возвращаетесь, и вы увидите все самое основное, и ничего мимо вас не проскользнет. Ну, хорошо, пойдем. И центр города очень приятный. Здесь новые тротуарные покрытия. Где-то плитка, где-то гранит, где-то асфальт. Но все довольно-таки приятно. Но хочу сказать, поскольку мы были летом, то краски яркие, и ощущения совершенно другие. Поэтому бывает такое, что ты приезжаешь в какой-то город, там, допустим, весной или осенью, когда еще там пасмурно, грязно, и такой, фу, город не нравится. Но здесь, поскольку было лето, то, конечно, ощущения были совершенно другие. Довольно быстро я понял проблему Перми. Когда ты приближаешься к пешеходному трафику, то появляется какое-то музыкальное сопровождение. Или дяденька какой-нибудь начинает, там, не знаю, бобину крутить и музыкой играет. Или музыканты. Или просто кафе решило, что музыка должна играть громко. И вы знаете, это напрягает. Я люблю гулять, когда тихо, спокойно. Ну, хорошо. Уличные музыканты – тема довольно нормальная для хорошей погоды. Но когда просто кафешка включает музыку, и она орет на всю улицу, это как-то не очень хорошо. Центральная часть Перми лежит на берегу реки Кама. Кама – это очень серьезная водная артерия страны. И благодаря Каме Перми имеет доступ ко многим морям. К таким, как Каспийская, Белая, Черная, Азовская и Балтийская. Поэтому, как вы понимаете, жизнь пермяков крутится вокруг реки Кама. Мужики рыбачат, кто-то отдыхает. Ну и город тоже живет рекой. И вот благодаря последним каким-то развитиям в нашей стране набережную Камы в Перми начали ремонтировать. Что-то сделали, что-то будут продолжать делать. И летом люди здесь активно гуляют. Прям толпы. Горожан находят какие-то развлечения. Ну, допустим, кто-то бегает, кто-то просто смотрит на реку и на закат. Есть кафе. Кстати, железная дорога проходит тут же. И ее удачно оставили. Да, хотелось сказать. Нет, она аккуратно проходит и никому не мешает. Иногда только паровоз дает гудка. Ну, а что вы хотели, если Пермь это один из пунктов узловых Транссибирской железной дороги? Многие товары, многие грузы, материалы из Пермского края здесь перегружают на железную дорогу, либо наоборот, либо на водный транс. Железная дорога проложена по реке. Была когда-то, как и во многих наших регионах, даже Черное море. Вроде бы такой маленький клочок земли в России, где можно отдыхать на море. Все равно железная дорога там проходит около кромки воды. И здесь то же самое. Это, наверное, самый главный символ. Счастье не за горами. Все должны здесь сфотографироваться. Синь, что счастье-то? Когда? Вкусно. Когда счастье наступит? Сегодня. Сегодня? Или она уже наступила? Когда съел мороженое. А то там счастье не за горами. Что это за принцип уральский? Счастье, оно где-то там. Нет, счастье, оно здесь. Вечером выловить возможность сфотографироваться с этими буквами, с этими словами, с этими четырьмя словами на фоне солнышка довольно нелегко, потому что людей много, все хотят сделать фотку. Поэтому, если хотите одинарную фотку без людей, которые будут присутствовать в кадре, лучше приходить, наверное, утром. Тогда у вас все получится. Вообще, вот эта вот зона мне очень понравилась. Здесь все не так давно, наверное, было отреконструировано, сделано. Низкие вот эти вот проходы, с колясочками гулять. А самое главное, в Перми же очень крупный речной порт. Отсюда стартуют многие речные круизы по Каме, по Волге. Я знаю, что люди отсюда плавают. И мы видели, как некоторые отдыхающие ждали своих рейсов с чемоданами, прям сидят и ожидают. А еще в Перми есть свои туристические линии. Красная и зеленая. Зеленая это классика, а красная романтика. Я всем советую, если у вас не так много времени, то воспользуйтесь этими маршрутами. Потому что они зацепляют большинство достопримечательностей, и вы просто сократите себе время. Такие линии есть, типа в Омске, в Екатеринбурге. И в Перми тоже есть. Всем советую. В Перми я уже вижу третью или четвертую парочку, где девушки молодые, симпатичные. Но при этом что-то с ними не так. То ли они как наркоманки, то ли алкоголички. Ну вот этот момент я записывал как раз в Перми. А сейчас, как бы так вспоминаю, да, действительно как-то было немножко грустно за этих девушек. Мы не шли по маршрутам. Мы просто шли к себе в сторону отеля. Иногда попадали на зеленую, иногда на красную линию. Рассматривали всякие здания. Некоторые здания были прям потрясающие. Но видно было, что до них еще руки не дошли. И, кстати, тротуары тоже не во всех местах были хорошие. Но несмотря на такие небольшие промахи в Пермском благоустройстве, меня Перми удивило. Это довольно милый город. Аккуратный город. Где-то, да, он может быть застрял в прошлом. И знаете, как раньше вот люди, допустим, ехали из Пермского края в Свердловскую область в Екатеринбург. Там студенты старались уехать в Екатеринбург. В Екатеринбург со всех городов едут приближенных. Но сейчас, по моим ощущениям, Пермь резкий скачок совершает. Просто потому, что у нее вроде как есть план развития. Что там? Не знаю. Покажи. Это походу официально. Ты украл его, что ли? Нет. Это снова улица Ленина. По ней мы уже сегодня проходили. И по ней идет трамвай, который издает хорошие, интересные звуки. Я пытался выловить красивый современный трамвай, чтобы его сфотографировать и поставить на заставку к этому видео. Но у меня долго ничего не получалось. Он где-то мне попадался с краю, в конце и не очень удачно. И вот он снова появился, и я приготовился его снимать. Поэтому заставка, скорее всего, будет именно такая. Я, видимо, давно не гулял по большим городам летом. И я подметил, что очень много красивых девушек. Пермячки симпатичные, хорошо одеты. Жена. Я был сыном. Не ругайся. Вот мы возвращаемся снова к отелю Урал. И здесь одна из главных достопримечательностей Перми. Это пермяк с соленые уши. И как не сфотографироваться с ним? Соленые уши, потому что Пермь это центр соляной промышленности. И вот когда грудчики таскали мешки с солью, то их ушам было не очень хорошо. Прокулка подходит к концу. И есть ощущение, что не догуляли. Гораздо больше Пермь может дать. И надо сюда наверняка обязательно вернуться. Тем более, не обязательно путешествовать по всему Пермскому краю. Достаточно приехать в Пермь. Я так считаю. И вам советую это сделать летом. Мост через Каму. Кама шикарная, большая река. Длинаем несколько километров. Может быть даже три. Или четыре. На следующий день у нас снова было запланировано много разнообразных локаций. Из Перми мы уезжали с чувством, что все не посмотрели. А лично я все не снял. Но опять же есть повед вернуться в этот город, потому что он себя превзошел. Рядом с Перми, у каких-то 45 километров, находится одно удивительное место. Это музей, но скорее это архитектурный парк деревни Хохловка. Я назвал всю эту поездку ее Хохловкой. Но меня постоянно некоторые люди поправляли. И говорили правильно, Хохловка не Хохловка. Учительство дома было для семьи. Так это прям вообще, да? Я вот допустим, начало 20 века, я вот сюда не войду. Ну нет, сюда-то войду. А дальше-то тяжело будет. Баню-то сможет. Архитектурный этнографический музей Хохловка, Хохловка, это 35 гектаров с различными деревянными зданиями и сооружениями. Всего объекта в 23 и только амбар для зерна 1906 года постройки местный. Хохловский. Больше 100 лет стоит в этом самом месте, в этой самой деревне. Все же остальные здания перевезены со всех концов Пермского края, а соляной ларь был в неразобранном виде перевезен сюда по камесь Соликамска. Все остальное искалось в самых удаленных местах края, разбиралось, перевозилось, реставрировалось и уже потом выставлялось на показ. Хохловка максимально гармонично вписана в ландшафт и природу здешних мест. Во многом потому, что здесь всегда была жизнь простых пермских людей. Когда-то здесь стоял медиплавильный Хохловский завод, и для его работы требовались руки, и для того, чтобы все работало, надо было изменять ландшафт. Мне показалось сначала, что музей этот создан в новую российскую эпоху, но нет, существует он аж с 1980 года. А задумали вы его еще в 1969 году, и взор свой бросили на это место благодаря этому холмистому искусственному созданному ландшафту. Музей проработан не только внешне, но и наполнен интересными предметами прошлых эпох. Внутрь многих зданий можно зайти и посмотреть на быт пермских людей 17-19 веков. Жили довольно схожи, кто-то побогаче, кто-то победнее, но довольно достойно и в гармонии с природой. Если говорить про алгоритмы посещения Хохловки, то лучше, как и в других подобных местах, переезжать к самому открытию, к 10.00. До музея ведет отлично асфальтированная дорога, если вы на машине, то для вас есть большая парковка. Если без, то с самого центра Перми, от городской Эспланады, до самых ворот музея, ходит городской автобус номер 340. Время в пути что-то около часа. Дальше идем на кассу и покупаем входной билет. Цена 200 рублей взрослые, дети до 14 лет бесплатно, льготники 100 рублей. Если хочется экскурсию, но на месте у вас не получится ее заказать только заранее, на сайте указано за 5 дней до посещения. Если вас такой порядок устраивает, то на музее umperm.ru можно сделать онлайн заказ. Большинство людей, купивших входной билет, бегут сломя голову вперед смотреть из бухи, но все это пустое без аудиогида. Для того, чтобы им воспользоваться, вам достаточно иметь смартфон и подключение к интернету. На кассе сканируйте QR-код и вас переводят на сайт с аудиогидом. А дальше в идеале наушнички в ухо и в методичное исследование всех 23 объектов. Только не отмахивайтесь, это реально интересно. Ну, к примеру, все ли знают, что такое гумно с овеном? Одна быстро смотрящая женщина без аудиогида махнула на гумно рукой и сказала, ну это наверное конюшня. Изучить аудиогид можно заранее, а также скачать его к себе в телефон. Ссылка на него будет в описании к видео. Несмотря на то, что у нас очень насыщенная программа и мы часто с Арсением использовали тактику галопом по Европам, но здесь даже в ускоренном варианте мы пробовали 2,5 часа и оно того стоило. Добавлю, что это место обязательно к посещению. В конце видео я выложу свой личный топ мест из увиденного в Пермском крае и Хохловка там будет на высших строчках. А дальше нам предстоял длительный переезд на самый север Пермского края в город Красновишерск, в местах где сидели тысячи заключенных, в том числе знаменитый писатель Варлам Шаламов, автор колымских рассказов и антиромана Вишера. Поскольку расстояние было почти 350 км, то я выбрал для остановок несколько заранее подготовленных точек. И первой точкой должна была стать смотровая площадка Камс КГС, но там тупо была запрещена остановка транспорта, а сама площадка была вся зарешечена сеткой и металлом. Все-таки не все у нас понимают ценности наших промышленных объектов, а жаль. Пошли пермские дороги и масштабы. Чусовской мост через реку Чусовая, длиной полтора километра, я даже сплавлялся по Чусовой. Только она в тех местах где был сплав, была совсем речушка, я даже пьяненький падал в воду и не боясь утонуть, потому что воды было по пояс. Но в этих местах Чусовая широченная река. И все потому, что в 1954 году реку Кама перекрыла та самая плотина Камс КГС, на которую мы не смогли посмотреть со смотровой площадки. Плотина изменила все в этих местах. Уровень воды выше плотины поднялся на 22 метра и образовалось огромное Камское водохранилище. Иногда даже его называют морем. Все впадающие в Каму реку, такие как Чусовая, Обва, Гаревая, Косьва, Инва и другие в Устье стали частью этого огромного водохранилища. Изменения были такие колоссальны, что даже климат Пермского края стал мягче. Изменения коснулись и животного мира Камы. Когда-то тут вылавливали белуг по Тони, так что приговорка и рыба в Каме водилась вполне себе правдивая. Дороги же меня продолжали удивлять. Транспорта все таки мало, качество полотна и шина явно с запасом. До Березняков дорога была чуть ли не самая быстрая для меня за последние лет 5. Ты можешь ехать со скоростью 150-170, а тебя постоянно кто-то обгоняет. Возле Березняков и почти до самого Соликамска проходил чуть ли не немецкий автобан. Прямая дорога шириной 3 полосы в каждую сторону, только редкие камеры тормозят водителей. Удивляет то, что Березняки хоть и мощный промышленный город, как впрочем и Соликамск, но население этих городов не самое большое. В Березняках 140 тысяч, а в Соликамске 90. А дорога, соединяющая их, даже многим миллионникам недоступна. Скорее всего дело в промышленности. Здесь ведут свою разработку Урал-Калий, входящий в АО, или как там сейчас правильно, АО, Урал-Хим. Который до 2022 года контролирует миллиардер Дмитрий Мазепин, сын которого, в свою очередь, даже гонял в гонках Формулы-1 за команду ХААС. А еще есть огромный комбинат в СМПО, ВИСМА и много чего другого. Березняки все-таки проедем стороной, хотя там есть шламовое озеро, которое как бы белым цветом, оно очень красивое и фотогеничное. Но не хочется мне на ужасы смотреть человеческой деятельности, поэтому следующая точка это город Соликамск. И вы знаете, там промышленные окраины очень утручают, хотя я сам из подобного города и меня ничем уже не удивишь, но непривыкшему глазу будет тяжело. Так что цель в Соликамске Соборная площадь. Как несложно догадаться, Соликамск получил свое название от слова Соль. Если вы эрудированный зритель, то наверняка знаете, что в Пермский период, если что это геологический термин, появившийся после научных исследований в Пермской губернии в 1841 году английским ученым Родериком Мерчинсоном, так вот на территории нынешнего Пермского края было море, в котором обитали разные живые организмы того времени. Считается, что в ранний Пермский период шло активное накопление растительного материала, что в дальнейшем привело к углеобразованию, накоплению соли, нефти, гипса и газа. Которым мы сейчас активно и пользуемся. Дно моря было неглубоким, поэтому гипс, образованный из коралловых грибов, мы можем увидеть в виде каких-то гор по типу ледяной, что в Кунгурии, в которой ледяная пещера. А кристаллы соли, образованные после высыхания морей, оказались чуть ли не на поверхности, поэтому еще с давних времен в этих местах шли добычи соли. Город же образовался не сразу, считается, что его организовали вологодские купцы в 1430 году, ох как далеко это на самом деле. Только к началу 16 века город присоединился к московскому княжеству. Началось бурное развитие, так скажем, инвестиций, потому что соль это как сейчас айти, да и местоположение было очень выгодным. Рост был ошеломительный и в период с 1579 по 1623 год в городе увеличилось количество дворов со 190 до 357. Такой же рост произошел и в промышленности. Когда основывали город Верхотурья, что в Средловской области, то дорога в него шла именно из Соликамска. Ну и не забываем, что наш город-герой был транзитно-торговым пунктом в торговле между Москвой и Пекином еще в 18 веке. С развитием Урала многое поменялось и торговые пути сместились южнее, поэтому логистические успехи Соликамска остались в 17-18 веках, но промышленность никуда не делась и продолжала бурно цвести и развиваться. Сейчас же Соликамс город-промка с экологическими проблемами и историческим центром. Теперь к традиционному алгоритму посещения города. Если вы на машине, то прибываем на Соборную площадь, а оттуда идем на смотрины старого города. Если же вы меня не слушаете и решили везде гонять на автобусе, то и он есть с автовокзала города Перми до Соликамска идет автобус. Есть еще и паровоз, но паровоз непростой. Он не с Перми до Соликамска, нет, он с Екатеринбурга до Соликамска. Да-да, представляете, как сложно. Что смотреть? Церкви, соборы, часовни. Кстати, не все из них работают по своему первоначальному божественному замыслу. Часть отдана музеям. Билетная касса находится в соборной колокольне. Но мы по музеям не пошли, внешне они были как бы неинтересны, хотя уверен, что гидам есть что интересного рассказать. При этом старый уральский город, он, конечно, потрясающий. Центр активно прибирают, даже построили оборудованные тропы по руслу реки Усолка. Но это скорее развлечение и прогулочный трекинг для соликамцев. И вот тут вопрос, поехал бы я сюда специально, реально, не специально. Я не знаю на самом деле. Вот в Верхотуре люди едут, а сюда только проездом можно, наверное. Слишком уж большие расстояния ради этого. Хотя остановка в пути хорошая. Вместо нашего следующего ночлега остается каких-то 100 километров. Вообще не расстояние по местным меркам на самом деле. Хотя еще не так давно эти 100 километров преодолевали целых 4 часа. Потому что трасса Соликамск-Красновишерск была грунтовой, но сейчас чудесные дороги постелены тут. И в пути всего минут 50, а погода менялась раза 4. То пасмурно, то солнце, то дождь, то вообще непонятно откуда что прилетает. Красновишерск, самый северный город Пермского края. Оплод цивилизации в этих местах. Здесь есть низкопольные пятерочки, магниты, монетки и красно-белое с привычным ассортиментом. Стандартизация добралась и до этих мест. Сам город нам не интересен. Образован к целлюлезному бумажному комбинату. В это же время лагеря для осужденных в нулевую, банкротство комбината. И вот оно настоящее. Хотя внешне даже и ничего вроде. Но нас же интересует природа этих мест. Именно с ней мы сюда и приехали. Ни один поисковик отеля и жилья мне не нашел в этих местах ночлегом. Ладно, хоть мне пришлось пользоваться старым советским телефонным справочником. И спасибо Яндекс.Картам. Я покрутил немножко по местности по картам. И нашел базу отдыха родники с хорошими оценками и отзывами. Позвонил, договорились. Ни тебе кредитных карт, ни тебе внесения данных. Просто приезжаешь и платишь. Запросы в плане жилья у меня были простые. Чистые постели, хорошее расположение. Ну, я же не один путешествую. Туалет в номере тоже нужен. Все это мне здесь смогли дать за 3000 рублей. Арсений немного был в шоке. Как за это можно отдать 3000? Но я хоть и не турист, но волоку немного в этих делах. На природе в таком далеком месте и это хорошо. Вот допустим на соседней базе люди в комментариях пишут, что мышиный помет есть в Караваде. А так в целом все чисто, хорошо относительно соседей. Поэтому самый же главный плюс базы Родники это чистота, довольно-таки все аккуратно и местоположение. Она стоит прямо около начала подъема на одну из самых главных достопримечательностей этих мест. Я говорю про скалу Ветлан. И хотя мы уже прилично находились в этот день и проехали более 400 километров, но мы были обязаны сделать подъем на Ветлан именно в этот день. Иначе все планы сильно сдвигались, а что-то пришлось бы отменять. Я уточнил у смотрителя базы, нормально ли выходить на Ветлан в 7 вечера. И он утвердительно ответил, да нормально, лето же. Вариантов подняться на Ветлан было два. Пройти вдоль реки Вишера и где-то там должен быть резкий подъем, которым обычно пользуются туристы, сплавляющиеся по реке Вишера. Путь занял бы около 3,5 километров. Второй вариант сделать небольшой крюк по лесу и постепенно набрать высоту. К слову, абсолютная высота Ветлана 263 метра. Когда-то на Ветлан вела деревянная лестница из 700 ступенек, но по всей видимости за ней не смотрели. И в 2016 году с лестницы упала женщина, ударилась головой и, к сожалению, погибла. Ничего лучше, чем демонтаж не придумали, вы забыли в какой стране мы живем. И теперь на Ветлан ведет только парочка диких путей. Ну короче, мы выбрали второй вариант. Это очевидный вариант для подъема с ребенком. Дорога начиналась прямо от нашей базы и практически сразу начался резкий подъем. Даже в уставшем состоянии было несложно набирать высоту. Практически сразу стали появляться мухи. Вот такие черные небольшие мухи. С каждым метром их становится все больше, потому что с меня шел под ручьем. Проблема. Когда ты вспотеваешь, а ты вспотеваешь, когда идешь в горку. Конкретно я. То вокруг тебя все в муках и паутах. Это жуть как неприятно. Их очень много. Что делать, не знаю. Хотя дыхание при этом не сбивалось. Лес становился гуще, а дорога хуже. По пути попался привал Славочка и с Костровищем. Слишком рано, наверное, было для привала. И слишком назойливые мухи были. Сначала дорога была более-менее сухая. И даже казалось, что сюда наверняка возят туристов на машине. Но потом начались грязевые ванны. Арсений решил пойти вперед, прокладывая мне путь. Нам путь. И хотя Ветлан популярное место, но тропы почему-то были не стоптаны. В некоторых местах приходилось запрыгивать в кусты, чтобы пройти дальше. На нас были обычные, не туристические кроссовки. Поэтому иногда скользили мы как на льду. Слава богу, что не дошло до падения в эту грязь. В обратную сторону нам попадались люди, которые шли с детьми в беленьких кроссовочках. А еще одна группа шла в сланцах. Вот никогда так не делайте. Удобные кроссы, трекинговая обувь, а может быть и сапоги. Одна группа туристов шла с собакой породы хаски. Вот она была чумазая. В целом ничего сложного и подъем осилит практически любой, даже неподготовленный человек. В возрасте от 5 до 80 лет вообще легко. В какой-то момент накопившиеся полчища мук стали отступать. А тропинка стала уже и суши. Значит мы близко. Всего длина скального обнажения 1750 метров. На всей протяженности образовано несколько смотровых площадок. Сначала мы заглянили на самую крохотную. И какое-то время отпыхивались, сидя на ней, смотря в сторону полюдого камня. Дальше смотровые становятся все шире, а виды истеричные. В какой-то момент встретились нам взрослые сплавщики-туристы. Один из мужчин мне подсказал самый лучший вид на реку Вишера. Да, именно этот кадр я поставил на заставку к этому видео. Моя камера не передает всей красоты и величия этого места, но вы же смотрите, чтобы потом повторить маршрут. Я ведь правильно понимаю? Или вы просто изучаете? В общей сложности мы провели на вершине Витлана, наверное, минут 40, а может быть и час. Уходить не хотелось вовсе, но впереди новые места. И уже хотелось отдохнуть в нашем люкс-номере с туалетом. Обратно впереди уже шел я, похлюпывая кроссовками в пермских грязевых лужах. Шли еще быстрее, обгоняли людей и снова появились мухи. Полчища мух, которые нас сопроводили прямо до родничков. Однозначно надо брать с собой репелленты. Это так называется, оказывается, а не просто фумигатор или фумитокс. А еще хотите новость, которая вас может порадовать? На 2024 год намечено строительство новой безопасной лестницы на вершине Витлана. Вкупе с морским трамвайчиком, который ходит по реке Вишера от научно-производственной базы в поселке Набережные, получится люкс-комфорт. Отдых, отдых, отдых. Хотелось баю, но что-то цена в 1500 рублей за час меня не вдохновила, а минимум надо брать 2 часа. Поэтому пользуемся душем в номере, с радостью едим наш БП с сосиской и глаза закрываются сами. Утром я понял, что усталость начала накатывать. Проспали сильно больше, а на часах уже было далеко за 8 утра. Вставать не хотелось, но взяли себя в руки, снова позавтракали ловшое быстрое приготовление и начали выезд из ключей. Цель первой половины дня подъем на полюду в камень. Были нюансы, просто встать и пойти на гору не получилось бы, потому что находится она на другом берегу реки Вишера. Мостов в этих местах нет, поэтому надо было переправиться через реку на лодке. Ну а дальше кто как может. Экономные туристы двигают 7 километров на полюд пешком, а ленивые туристы едут 5 километров на уазике с местными мужиками. А дальше 2 километра все так же топают своими двумя. Времени на длительный поход не было. Пишут, что пеший вариант занимает около 6 часов, поэтому однозначно нужна была заброска на уазике. Поскольку я не до конца знал все системы, то двинули мы к туристическому центру на территорию научно-производственной базы в поселке Набережный. Я ожидал, что там сидит дяденька-лодочник, а на другом берегу роятся прозорливые мужики на уазика в поисках клиентуры. Но нет такого здесь, поэтому пришлось что-то придумывать. Местная женщина, работница так называемого турцентра Вишерского заповедника, объяснила, что надо договариваться заранее. А для этого надо позвонить по одному из десятков телефонов, напечатанных на листе А4. Интересно, что помимо номера еще указывалось полное имя перевозчика и его таланты. Ну типа уаз, снегоход, лодка или еще что-то. Мужики из этого списка местные практически все имеют жилье на том берегу Вишера в деревне Бахари. И буквально всего один мужик там живет, а остальные все дачники, проводящие лето в родительских домах и так вот подзарабатывают. Я начал в зону и оказалось, что в 10 утра кто где, но только никто не готов везти нас к полюду. Я выпал, честно говоря, в легкий осадок, но тут вмешалась та самая женщина из туристического центра. Она позвонила какой-то своей знакомой, у которой муж есть в этом списке. Оказалось, что он как раз забрасывает трех женщин наверх и потом может приплыть за нами. Все было под ключ, переправляет через реку, везет к полюду, ждет, спускает вниз и снова переправляет на родину к машине. Кстати про машину, стоянка стоит 100 рублей, можно конечно брось ее за территорию, ничего страшного не будет. Но, как говорится, мы любим платить за парковку, чтобы местный бизнес и местная самодеятельность, местная торговля как-то развивалась. Сколько же стоит заброс, как полюду под ключ? Сильно на меня не ругайтесь, но я подзабыл эти цифры, то ли 1600, то ли 1800 за туда и обратную лодку. Знаю точно, что цена фиксирована у всех водителей и они между собой не дружатся за клиентов. Потому что простые мужики и цели обмануть нет, цель подзаработать немножко денег. Дорого ли это? Наверное да, но тратить полдня для похода к полюду гораздо дороже. Что касаемо списка водителей, первый чисто переправа, второй постоянно живет, третий живет напротив базы родники, в которой мы ночевали, поэтому с ним, с родников удобнее всего ехать. Четвертый вез нас, тоже, кстати, нормальный мужик. Везут на машине 5 километров, дорога плохая, местами у вас ныряют в лужи чуть ли не на пол двери. Пешком пройти проблем нет, примерно за 2 километра до вершины дорога устремляется сильно вверх и портится, поэтому дальше пешком. Подъем местами резкий, а местами можно отдышаться. Снова назойливые мухи и полное отсутствие оттенка. В связи с этим даю вам совет, подъем лучше совершать в утренние часы. В нашем же случае мы были как бы не совсем утром, и я сам задал быстрый темп, и когда стал издыхаться, то вперед вышел Арсений и загнал меня в красную зону моего фитнес-браслета, в зону максимального потребления кислорода, в которой я пробовал целых 10 минут, метров за 200 до вершины и остановился на отдых и перевод дыхания. Подъем занял у нас минут 30, наверное, но скорее на это надо минут 45, а может и больше. В целом не самый тяжелый подъем, особенно если делать привалы, а селит и старым лампом. Пойдемся к полюду. Встретил он нас в своей неработающей метеостанции, и кстати, на базе нее туристический центр сделал что-то типа места для ночлега. Единственное, что договариваться нужно заранее, где-то внизу, и стоит ночевка за человека что-то около 1500 рублей. Неоправданно дорого, как по мне. Вообще, Министерство туризма Пермского края зря потребляет ваши и наши налоговые деньги, работают плохо и ничего не делают для туристов. К примеру, раньше на полюде был питьевой источник, питьевой ключ, но с закрытием метеостанции его перестали очистить, и он зарос. Сейчас, когда туристический поток в Пермский край растет, этот ключ был бы полезен изнывающим от жары туристам, но, к сожалению, никому дела до этого нет. А какие тут виды и ощущения свободы? Особенно, когда смотришь на север или северо-запад. Без крайней просторы, без лэб, дорог и деревень. И снова, как на Ветлане, хочется оставаться как можно дольше. Некоторые туристы собирают на склонах ягоду, кто-то лазит по всем опасным местам, но мы поглощали сладкий чай из термоса. Время – это не просмотренные достопримечательности, поэтому спускаемся к нашему водителю Олегу и в темпе добираемся до нашей машины. Кстати, когда спускались вниз, то количество людей, поднимающихся наверх, увеличилось. Шли большими группами, а ведь наш поход на полет был в четверг, а что же здесь творится в выходные? Пипец. А знаете почему? Мы шли в гору, на нас облетали тысяча мух. Я шел еще в костюме, в жарком, всего себя укрыл, потому что как я насекомый, так боюсь сильненько. И в итоге мне пришлось так доверху идти, километра два-три может. Потом я дошел, хотя бы сверху было получше, но когда я пошел вниз, это было жесть. Очень ужасно. Там я бы сказал еще больше, чтобы на нас муха облетела. Ну и вот, мы идем, идем. Еще нам по дороге змея такая маленькая встретилась. В общем, это было жесть. Как ни крути, но поход на любую гору вытягивает много сил, и я был счастлив сесть в свой автомобиль и с большой радостью ждал следующие 250 километров, потому что я буду сидеть и всего лишь крутить руль. Наш путь лежал на юг, через Соликамские Березники, но на этот раз мы должны были уйти на трассу Соликамск-Кунгуру. Очень хотелось есть, причем домашней еды. Арсений грезил бабушкиными котлетами из пюре, а мне подошел бы борщ, но Пермский край был свободен от предприятий общепита. А скорее они были, но на нашем пути их не попадалось по трассе Красновишерск-Соликамск-Губаха. Я даже начал искать по дороге в Яндекс.Картах столовые кафе, даже что-то нашел, но когда мы подъехали, оказалось, что это огромный металлургический комбинат Ависма и столовая на территории. Многие заведения по трассе Соликамск-Губаха были закрыты навечно и стояли на продаже. Это был явно депрессивный район и даже летом с зелеными деревьями и теплым солнцем не спасало его. А что же здесь зимой вообще, наверное, жуть какая-то. Уже позже прочитал, что это угольный район Куб, но шахты закрыты, людей расселили, особенно впечатлил поселок Шахты. И только в столице Кизельского угольного бассейна в городе Кизеле, 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 не знаю как правильно, проверите, если что и подскажете, нашлась чудесная столовая с супами, пюре и котлетами. Жаль, конечно, что про Куб раньше не узнал, может быть, нашел время и для него. Но наша цель на вторую половину дня – славный промышленный город Губаха. Кстати, это город-курорт, если быть точнее. Вот это эпитеты, конечно, про город, промышленный город-курорт, я такого никогда не видел. Если что, сам придумал. В целом, интернет обозначает Губаху как столицу уральской депрессии. На ютюбе много роликов от именитых авторов, таких как Discovery или Настоящее Время, по которым Губаха представляется, ну, совсем невеселым местом. Эта невеселость меня интересовала. В Губахе есть одно место, которое меня манило уже лет 10, наверное – заброшенный город Верхняя Губаха. В интернете я видел множество фотографий с заброшенными домами на склонах горы, а особенно эпично это место выглядело осенью. Навигатор ошибочно насвел к ЖД станции Верхняя Губаха через реку Косьва, но заезд в заброшенный город надо делать около остановки транспорта швейная фабрика. По территории всей Верхней Губахи можно и нужно передвигаться на машине. Улицы города остались, и они все так же мощены камнем. Когда-то микрорайон Верхняя Губаха был центром всей Губахи. Здесь были каменные дома, ресторан, больница, ДК и все прелести городской жизни тех лет. Рост у этих мест был бы, благодаря угольной промышленности, построенной неподалеку в 1924 году Кизеловской Гресс. Кизеловской? Кизеловской? Поправьте. И Губахинскому Коксахиму. Надо понимать, что экология была и так не к черту, но когда в 60-е годы пошел спад добычи угля на Кубе, то власти стали развивать Коксахимы, построили завод Метафракс, производящий метанол и прочую химию. Он, кстати, по сей день работает и процветает, даже выглядит вполне себе технологично и имеет многомиллиардные обороты. Как вы понимаете, все это жуткая химия. И если сейчас подобные предприятия способны по минимуму портить экологию, то раньше никто об этом и не думал. И Верхняя Губаха оказалась в том месте, где вся эта грязь предприятия оседает. В Советский Союз государство такое, если надо, то переселим. Поэтому новую Губаху начали строить уже за Крестовой горой, чтобы грязюка оставалась за горой и не касалась людей. Людей начали переселять, а микрорайон Верхняя Губаха стал брошенным и остается таковым уже десятки лет со всеми вытекающими. А именно, практически все превратилось в руины, кроме Дворца культуры имени Калинина. Еще есть устав колонны и величественные перила. Внутри уже небезопасно, местами с потолка свисают куски, а под ногами что-то хрустит. Сказать, что я разочарован, ничего не сказать. Я опоздал в это место лет на 10. Заброшка это одно, а руина это другое. Кстати, с руинами заброшкой власти могут качественно работать и привлекать туристов и простых потребителей развлечений. К примеру, у меня есть видео из небольшого уральского города Сесердь. Там долгие годы старый завод превращался в руины, но в 2020 году группа инициативных людей запустила там классный проект «Лето на заводе». Много рассказывать не буду, лучше посмотрите мое видео оттуда. Ссылка в описании с носка сверху. Совсем недалеко от Старой Губахи находится место съемок фильма «Сердце Пармы». Фильм снимали в 2019 году по роману популярного уральского писателя Алексея Иванова. Место действия фильма «Парма» – нынешний Пермский край. Бюджеты были солидные, поэтому декорации строили в самых лучших местах, в том числе и на берегу реки Косьфан. Были отгроханы стены деревянного острога, церквушки, домика. После съемок все эти декорации оставили людям для изучения и паломничества. Ну и как не посмотреть на эти декорации? Все-таки как киношники умеют собирать места, глаз только радуется. Жаль, конечно, что это все построено из ДВП, из ОСБ и вряд ли долго простоит. Ну и законченности у всего этого как бы нет и не должно быть. Я, кстати, назвал Губаху промышленным городом-курортом. И почему? Все потому, что тут есть горнолыжный курорт Губаха. Одно из любимых мест урайских райдеров. Но это уже совсем другая история, зимняя. Что же сам город Губаха? Но тут что? Современный, хороший. Сюда явно вкладывают деньги и делают его лучше. Поэтому, когда в следующий раз вы будете смотреть ролики на ютюбе, что где-то совсем все плохо и тоска, то возможно вас обманывают. И до меня это тоже дошло. А дальше мы заселяемся в наше последнее место ночлега и цена всего 3000 рублей. Так же как в Перми и Красновишерске. Но какой контраст за 3000 рублей. Мы в свое пользование получили огромный деревянный коттедж. Да, нам немного повезло. В придорожном отеле Теремок не было свободных двухместных номеров. Поэтому нам предложили два места в коттедже за 1500 рублей. И она за место стоимость такая. Никого к нам не подселили и мы чудесно провели вечер. Жилье в Губахе. Целый дом. Не шутки. Целый дом за 3000 рублей. Почему так дешево? Дом на 12 человек. Тут система такая, что это гостевой дом. За каждого гостя вы платите деньги. Но есть еще и номера. Какая зона прикольная. Есть номера. Номера заняты. И чтобы людей не отшивать, они просто клиенты ориентировались. И предложили такой вариант. Чтобы сюда заезжать и вряд ли кого-то подселят. Рядом, говорит, у нас еще есть такой же дом. Если что, туда людей будем селить. Огромная территория у дома. В деревянном стиле. Стол, диван. И по краям сделаны две небольших спаленки. Я такое впервые вижу. Но это, как говорится, для больших компаний очень удобно. Вторая спальня. Здесь кухня. Со столом, с двойным. Один стол не смогли, видимо, сделать. Поэтому два. Причем кухню пошупал. Вне себе хорошая кухонка. Нормальная кухня. Все чистенько. Чаще всего дома грязные. А здесь все хорошо. Я так просто скажу, что это даже дешево для такого дома. Много вот таких элементов, типа волчар. Человек вышел. Давайте посмотрим, что там. Здрасте. Что здесь? Здесь у нас на первом этаже полноценная ванна. Чистая. Чистая. Не знаю, как они делают, чтобы здесь в дереве было так чисто. Это раковина, унитаз, все новое. Китированная машинка Хайер. Пойдемте на второй этаж сходим. Именно на втором этаже мы решили обосноваться. Видит лесенка. Здесь два диванчика. Они, я так понимаю, раскладываются. И гостей можно разместить. И две кроватки. На кроватках мы и расположились. Белье было не заправлено. Мы сами сделали, выбрали место, где захотели. Есть одеяло. Шкафчики, если вы на подольше. Душевая кабина. Туалет. И вот все вот это за 3000 рублей. Есть вариант, что кого-то подселят. Но я сомневаюсь. Когда на одну ночь, то как бы, вряд ли подселяют. Тем более, время уже позднее. И знаете, как это называется? Это называется теремок клиента ориентирован. Вот они знают, что я с ребенком приехал. Человек. Ну, почему бы не пойти на встречу? Поселили в такой дом. Видяшечку снигет. А очень часто бывает такое, что Ну, вы же понимаете, это стоит гораздо дороже. Мы вам не можем этого сделать и так далее. Хотя и не просишь. И все равно там за каждую это... Это наш бизнес и так далее. А тут все. Все молодцы. Класс. Тут банька. Можно баньку заказать. Но баньку надо заранее просить выдопить. Заключительный четвертый день путешествия. Помимо экскурсии, мы в обязательном порядке должны были уместить дорогу до дома в 500 километров. Чем-то нужно было жертвовать. И пожертвовал я каменным городом. Да, это место чуть ли не визитная карточка Пермского края. Но постойте. Судя по видео, это место не может так же удивить, как Ветлан или Полют. А вот Усвинские столбы могут. Поэтому выбор пал именно на них. И мне кажется, я не прогадал. Чтобы попасть на Усвинские столбы, для начала нужно добраться до рабочего поселка Усва, который в свою очередь стоит на реке Усва. Расстояние от Перми почти 190 километров, но нам от Губахи было всего пару десятков км. Деревня сама по себе живописная и здесь находится множество объектов размещения. И даже есть условные барнхаусы с красивыми видами, базы отдыха и прочее. В общем, что-то конкретное рекламировать не буду, достаточно поскролить Яндекс карты и обзвонить разные объекты. А еще с Усв начинается огромное множество сплавов по реке Усв, а скорее всего связано это с доступностью реки и с красивыми видами. Но нам нужны столбы, а они находятся в 5 километрах вниз по течению. Вариантов добраться до них два. Пойти пешком, либо доплыть на лодке. Многие люди идут пешком, кто-то экономит деньги, а кто-то кайфует от трекинга. Да, если ты на выходные приехал сюда, то трекинг до Усинских столбов тема. Но 5 километров по пермским лесным тропам могут оказаться для кого-то испытанием. Второй вариант – уплыть до подножия столбов на лодке. Помните, да, как для переправы через Вишеру и заброски к полюду мне пришлось обзвонить местных мужиков? И только один смог нас забросить. Тут же дела обстоят совершенно по-другому. В самом конце деревни, около железнодорожного моста, расположились лодочники со сыграничным транспортом. Все организовано и на потоке. Вам сразу предложат доплыть до столбов и, как я понял, цены фиксированы. 500 рублей в одну сторону, туда-обратно 1000 рублей со взрослого, с ребенка 500 рублей за туда и обратно. Короче, иногда ребята могут быть и гибкие. Какие-то лодки могут везти 6 человек, а в нашем случае длинная деревянная лодка могла везти максимум двух взрослых. Год нашей поездки по Пермскому краю воды было вообще по минимуму. Ощущения от лодки офигеннейшие. Лодка идет довольно быстро, а с учетом мелководья, то местами даже весело. Лодочник предложил вариант с лодочной прогулкой по реке туда, а дальше вниз по течению, но тогда уже без подъема на столбы. В этот раз это был не наш вариант. В целом, поузнавал, что за 6000 можно снять большую лодку и тебя будут возить по интересным местам чуть ли не 5 часов. Привезут в места, где глубоко и можно нырять. Наш же лодочник высадил нас около деревянного монумента, а сам остался нас ждать. Не дал нам никакого тайминга, ходите и ходите, но обычно уходит на подъем прогулку и спуск полтора часа. Подъем на верхней длины говорят про 500 метров, но мне показалось, что больше. В какой-то момент градус подъема становится совсем резким. Самым резким в этой даже поездке, я бы сказал. Хорошо, хоть было сухо и не было скольжения. Судя по тропинке, гости у свинских столбов хватаются и за кусты, и за землю с травой. Радуют, что все это продолжается довольно недолго. По факту, наверху мы увидели и пенсионеров, и людей с детьми, и даже малышку лет трех. Правда, скорее всего, заехала наверх верхом на папе. Место невероятной красоты. Недавно на ютюбе я нашел видео от Павла Матвеева про Пьемский край, и он сказал про у свинские столбы следующей миссии, что здесь невозможно снять некрасиво. Я с ним полностью согласен. Очень живописно и остро. А если еще и солнечно, что по людям. Людей даже в утренние часы здесь немало. А днем сюда валят косяки туристов. Кто-то специально приехал, чтобы подняться на столбы. А есть просто сплавщики, туристы, которые плыли, плыли и приплыли. И вот сейчас поднимаются. Поэтому, друзья, вы подумайте, стоит ли ехать сюда в выходные. Может быть, стоит лучше на неделе, потому что подниматься в толпе не совсем приятно. Еще знаете, что мне всегда кажется, что подъем это тяжело. Вот спуск это проще. Но не в этот раз, когда ты весишь 120 килограмм, то спуск, то еще мероприятие. Я хватался, цеплялся и разок чуть на жопу не сел. И черт побери, блин, Министерство туризма Пермского края. Ну окей, вы не можете сюда лестницу сделать. Ну хотя стоп, почему не можете? Тут сюда толпы людей едут. Ну хотя бы веревки протяните, островки расчистите на подъеме. В чем сложности? Вот у нас такое отношение, да, это же туризм и дикая природа. Вот и шлепайте по грязи на грани падения. Ну вот в какой-нибудь Турции на тропе стояли бы мусорки, а на сложных местах были бы даже сделаны перила и ступени. В Скандинавии была бы положена идеальная дорожка из камня и дерева. А у нас подумывают, как брать деньги за проход, да где бы поставить киоску с сувенирами. Ну короче, вот такие у меня ощущения. И немножко было печально, хотя место невероятно красоты и силы. Товарищи из Министерства туризма Пермского края, вот обзыв по свежим следам. Смотрите, пот еще не сошел до конца. Усинские столбы, ваша топовая локация. Сюда едет куча туристов. Сегодня пятница, а куча людей уже приехало. Вот у вас мозгов хватило поставить на въезде, на входе какую-то деревянную конструкцию, типа красиво, усинские столбы? А мозгов на то, чтобы трассу подготовить под людей, не хватило? Ну ладно, я мужчина, взрослый, иду, нормально пройду. Ребенок у меня в спортивный пройдет. Ну иду здесь женщины, люди с детьми с маленькими идут, всякие идут. А всего лишь, что надо было, я не говорю вам тут плиткой всю умостить. Или там деревянные помосты, как в нормальных-то странах, там шерпов вызывают из Непала, которые прокладывают дорожку хорошую, камушки подкладывают. А всего лишь веревку в стремных местах прицепить. Она есть в парочке мест, но она вот почему-то буквально 3 метра и все, и веревки нет. А дальше ты уже скользишь, едешь, на, так, чтобы приехал человечек в ботиночках и пошел спокойно. И будет уверен, что он дойдет. Здесь такого нет, вам дизлайк. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вы откроете список известных сидельцев и начинаете смотреть их биографии, то будете удивлены жизни многих из них. Но, к примеру, диссидент Натан Чаранский, будущий министр МВД Израиля, в том числе сидел и в Перми 36 и с 9-летнего срока 400 дней просидел в штрафном изоляторе и даже подвергался принудительному кормлению. Штрафной изолятор вам покажут во время экскурсии, так там даже в теплый летний день холод. Диссиденты Владимир Буковский и Семен Глузман тоже сидели в Перми 36 и даже написали пособие по психиатрии для инакомыслящих. Фамилию Буковского вы наверняка слышали наравне с Чаранскими, его фамилия стала нарицательной в диссидентстве. А еще в Перми 36 сидело много украинских диссидентов и некоторые из них трагически погибли в стенах этого казенного учреждения. Украинский поэт и диссидент Юрий Литвин провел за свои диссидентские дела 22 года в лагерях. В последние годы жизни в тюрьме сильно страдал от душевных и физических болей, ослеп и не мог передвигаться. В 49 лет он вскрыл себе живот и умер в больнице в Чусовом. Украинский поэт и диссидент Василь Стус сейчас про него часто говорят, потому что назначили защищать его не без известного в современной Украине Виктора Медведчука. В итоге Стусу, кстати, дали 10 лет принудительных работы и 5 лет ссылки. 27 августа 1985 года он объявил голодовку, находясь в Пермь 36. 4 сентября этого же года в возрасте 47 лет Василь умер в карцере. Украинский диссидент и правозащитник Валерий Марченко дважды сидел в Пермь 36 за антисоветскую агитацию. В первую отсидку обострилось хроническое заболевание нефрит, даже дали третью группу инвалидности. Сразу после первого срока получил второе за ту же самую деятельность. Дали 10 лет. Медики Пермь 36 предложили немедленно Марченко освободить в связи с неизлечимой болезнью. Но нет, нужных лекарств не было, а те, что посылала ему мать, не доходили. Только после того, как мама Валерия Марченко подняла шумиху через радио Свобода, его отправили на лечение в Ленинград, где он и умер. Ему было 37 лет. Зная эти факты, место становится еще угрюмее и тяжелее. Есть еще один интересный факт. Колонию закрыли. В 1988 году, год моего, кстати, рождения, и большинство заключенных были не переведены в другие колонии, а помилованы. Вот так вот. Музей полностью оправдал мои ожидания. Ничего подобного у нас в России больше нет, хотя тюрьма это одна из основ нашей русской жизни. Мы с малых лет живем с тюремными понятиями на устах. Практически у всех есть родственники или знакомые, которые сидели. Да и вот это, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Что же по посещению? Понедельник, выходной. Обязательно нужна экскурсия по Перм-36. Нам повезло, в момент нашего визита должна была приехать группа туристов, и нас приставили к ним. Но группа в итоге не приехала, и мы были единственными слушателями экскурсии за 400 рублей. Лучше все-таки заранее позвонить и уточнить экскурсионный вопрос, но в крайнем случае взять аудиогид. Сама экскурсия очень интересная, а девушка-экскурсовод легко вступает в диалоги и отлично знает материал. И даже 10-летний Арсений ни разу не сказал, что хватит, я устал. Мне кажется, чудесная поездка получилась, ребята, у нас разнообразная, познавательная и активная, а самое главное по кайфу. А еще вы досмотрели до конца, то возможно вам понравятся и другие мои видео из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Истанбула. Не забывайте поставить лайк и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok